МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приз «Золотой Витязь» получил Магаданский театр за спектакль «На краю света». Постановка идет на двух языках – русском и венском. Это позволяет приобщиться к культурным традициям коренных жителей Колымы. Помимо артистов драмтеатра, в спектакле поучаствовали представители коренных малочисленных народов Севера. Жюри Международного театрального форума дважды отметила спектакль высокой оценкой. Мне было так ответственно выходить на эту сцену, потому что я понимала, что мы вписываем такую золотую страницу в историю нашего театра. Золотую еще и потому, что однозначно этой поездки бы не состоялось, если бы нам не помогла наш друг, давний партнер, золотопромышленная компания «Полюс». Но, конечно, мы не ожидали. Я все время провожаю ребят, я говорю, я останусь на церемонии закрытия. Возможно, может быть, нам какой-то диплом дадут участника. Но то, что гран-при... Спектакль отмечают не в первый раз. Его высоко оценили на масштабных всероссийских фестивалях «Территория Магадан». И фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске. Я тебе денег не дал. Это я... Понял. А что же за хозяин? Тот, который тебе не поверил, из тебя шапку снял. Меня шапки никто не снимал. А как же это было? Я ее сам скинул. Целый день бежал. В кундре юрку нашел. Совсем скоро наступит время вспомнить и окунуться в зимнюю сказку. Уже на днях город зажжет новогодние огни и будет украшен зелеными красавицами и иллюминацией. Но чтобы сказка наступила, городским службам и приезжим мастерам ледового искусства заранее приходится немало потрудиться. На площади Магаданской работники КЗХ и Горсвета занимаются украшением большой елки и возведением ледяной горки. Значит, изготавливаем горку и изготавливаем подход для безопасности. Делаем основание под площадку. Все будет из дерева, также изготовлены поручни, перила. На Магаданской площади работают и приезжие специалисты из Якутии. Они создают красивые ледяные фигуры. Вечернему Магадану рассказал о нюансах работы со льдом Петр Петухов. Родом он из села Майя, это недалеко от Якутска. Сейчас пилой убираем большие формы, потом уже мелкие детали делаем специальными стамесками, зубастыми, потом гладкими, угольные, полукруг. Для каждого делаются свои инструменты. Идет другая заточка, не как подверг его, а уже угол заточка идет другой. Если даже как заточить, то режет как по Магадану. Здесь планируем упряжку собак делать, ну штук пять и это, ну вот это, как его называется? Санка, да. Вот. Заказали большие глыбы, поэтому и вот делаем фигуры такие стилизованные, такие грубоватые, можно сказать, да? Петр в Магадане уже в пятый раз. Ранее участвовал в конкурсах «Магаданский хрусталь» и даже победил. Как говорил великий скульптор Микеланджело, убираем лишнее и все. Конечно, ледяные горки для детворы будут возведены не только на Магаданской площади. Несмотря на погодные метеоусловия, которые в этом ноябре Колыманам предподнесло множество сюрпризов, город должен быть украшен и готов к празднованию Нового года. Горок будет несколько традиционная на площади космонавтов, здесь на Магаданской площади, на театральной и возле ДК «Автотек». Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для вечернего Магадана. Недавний пожар со счастливым спасением двух малолетних детей, о котором рассказывал вечерний Магадан, вновь поднял тему соблюдения мер безопасности в быту. Но если все-таки пожар случился, то важнейшим этапом его расследования становится установление его причин. Сделать это на пебелище непросто. Какие методы и технологии применяют магаданские спасатели, чтобы установить истину, расскажем в нашем материале. Мы находимся, получается, в электротехнической лаборатории. Здесь мы исследуем проводники, поступающие на исследование, то есть дознаватели в ходе смора пожара, если усматривают признаки аварийного режима работы на проводниках, их изымают, соответственно, вот так упаковывают, опечатывают, вот так вот они нам поступают. Здесь мы их, получается, фотографируем, в каком видении нам поступили, описываем, что поступило. Фрагменты сгоревших проводов электрических кабелей хранят в себе ценную информацию, которая может помочь восстановить картину происшествия. Отделяем нужное нам количество образца, чтобы нам залить форму, то есть для дальнейшей полировки и для дальнейшего просмотра структуры именно металла. Есть атлас микроструктур, который при первичном коротком замыкании, при вторичном, то есть который уже в ходе пожара образовался. Мы получаем картинку оплавления, фиксируем с помощью камеры, то есть получается изображение. Далее это изображение путем сравнительного анализа мы сравниваем с атласом микроструктур, где уже делаем вывод о первичности или вторичности короткого замыкания. Эксперты могут сделать вывод, проводилась ли обработка деревянных конструкций специальными противопожарными средствами, были ли легковоспроменяющиеся жидкости на различных материалах на месте пожара и многое другое. При проведении проверки огнезащитной обработки деревянных конструкций специалисты уезжают у нас на объект, изымают образцы, это деревянные срезы с обработанных конструкций, если это деревянные конструкции, и проводят испытания их на переносном малогабаритном приборе ПМП-1 при помощи воздействия непосредственно пламени на образец. Образец перед испытанием кондиционируется, приводится с соответствующими размерами, толщиной и поджигается. Тем самым мы определяем, обработана поверхность огнезащитной конструкции или не обработана. В штабе лаборатории 13 человек. Помимо стационарного спецоборудования для проведения экспертных исследований, подразделение располагает двумя спецавтомобилями, позволяющими проводить ряд исследований на месте пожара. Чемоданчик эксперта, называется он антрацит, в котором содержатся все необходимые предметы для исследования вещественных доказательств. Наблюдаем штангенциркуль, лупа, здесь есть пирометр инфракрасный, рулетка, небольшой шансовый инструмент, пакеты, баночки для изъятия каких-то вещественных доказательств. Вот пирометр. Данный прибор позволяет определить температуру. То есть на пожаре, когда стенка прогрета, еще ты приехал, его только потушили, посмотреть, где область более прогрета, это, соответственно, установить, где более длительное было воздействие огня. При воздействии высокой температуры, то есть в бетоне всегда есть вода, при воздействии высокой температуры, эта вода испаряется, и бетон внутри трескается. То есть при проводе звукового сигнала, чем дольше он будет идти через бетон, тем, соответственно, более длительное было на него воздействие. То есть также делаются замеры, составляется карта зон замеров, и, соответственно, по карте мы уже можем выделить те или иные зоны, где было более длительное воздействие огня. Именно эксперты испытательной пожарной лаборатории смогли совместно с дознавателями установить причину недавнего резонансного пожара, где спасатели эвакуировали двух малолетних детей. Причиной пожара явилась как раз неосторожность ребенка при использовании электробытовых приборов. То есть взяв кипятильник и включив его в электросеть, и впоследствии, испугавшись своих действий, бросил ее на кровать, которая моментально воспламенилась, поэтому такое быстрое развитие пожара, и они самостоятельно покинуть помещение не смогли. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова